Казахстан Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Полагаем вашему вниманию музейный урок на тему «Казахские батыры. Герои и воины с джунгарами». Военные действия казахского народа с джунгарским ханством продлились на 2 века. В результате в начале 18 века казахские племена понесли большие потери от джунгарских нашествий. Самым тяжелым периодом для нашего народа стал голод великих бедствиях. Акта вашего рунда Алла Курслама. Он принес казахскому народу многочисленных страданий в голод и нищеты. Тысячи людей погибли и были взяты в плен. Были разъяснены сотки тысяч аулов, Кубин и Скотт захвачены разрушены некогда цветущие города. Во время замерзанной торговли в джунгарском нашествии бедствия народных страданий стали переломным моментом, объединяя казахские силы для отпора врага. Большую роль в организации всеобщей борьбы джунгарской агрессии сыграла представитель развития родов и джузов, таких как Каракири Карамбай, Когенбай и Хрозов Канжигалы. Из поколений Шапрышна Русбай, Райнбек, Чашсибай, Есет, Алайсары, Баян, Олжабай и многие другие. Первая половина XVIII столетия была не только эпохой горьких незгод, тяжких поражений, но и временем героический подвиг в борьбе с джунгарскими и другими завоеваниями. Слава государственной власти, неспособность и нежелание феодальной верхушки заняты внутренними распорами, организовать защиту страны, побуждали наиболее энергичных, патриотических, настроенных представителей казахского народа организовать отпор врагу. Ждевай Кожаназарулы был другом, соратником, верным помощником и советником выдающегося государственного и политического деятеля. Полководство Аблаяхана, прославившись храбростью подвигом против джунгарских нашествий, был участником Амаркайской битвы и бесстрастно сражался у горы Баян, в окрестнице Артыша. На берегу Муры жизнь Ждевая-Батры прошла сильнее, с оружием в руках против джунгарских захватчиков. В борьбе с джунгарами Батры-Ждевай пытался объединить казахов много родов, создавая из них боеспособные отряды. По словам великого знатока, в традиции жизни казахов Машкура-Жосуба-Копеева он не оставил покой джунгаров ни днем, ни ночью. Он командовал войсками в тысячи войнах при битвах за Баян, Иртыш, Мура, Каркалинск, Алатау, Акмолу. Также был военачальником при освобождении Тарбагартае, Аягозе, Куржи, Алатау. Ждевайский перевал в Талгаре, заповедник в поселке Абай, назван в честью этого героя. Мазалей Ждевая-Батыр находится в шведском районе Карагандинской области на севере Аксуа-Юла, вдоль реки Ширбай-Нура. Ждевай-Батыр после окончания войны с джунгарами активно участвовал в процессе обустройства мирной жизни казахов. Его авторитет непрекаемый, народ, восхищаясь, относился к ним истинным уважением, о чем свидетельствует изречение. Где еще есть такой Батыр, как Ждевай? Ждевай-Батыр уважал и любил великий сын казахов Казбек-Пи. Влияние к Ждевая-Батыра простилась до границ, обитая в казахских родах Харайкесек и Арбен. Одним величайшим деятелем того времени, оставившим свой след истории казахского народа, был Сень Кабай. Истинный герой своей страны, легендарный Батыр-Уратор. Он в 1709 году родился в Каркарининском районе Караганинской области. Умер в 1786 году на территории ныне Шевского района. Происходит из-под рода Харашор, рода Гаракисек. Его дед Кужас был Батыром. Вместе с Бугамбай-Батыром участвовал в сражениях в озере Алакуль, Шубар-Тимус, Улан-То, Амрахай. В народной памяти сохранились рассказы о его сражениях с Жунгарским инояном, о том, как он несколько раз спасал жизнь Ханаблая. Умер в Рочи Талды. На могиле построил Мазар. В сражении победил Жунгарской Батыры Ноян-Корин. Аблай-Хан сильнил его, как ясного сокола. За его справедливое судейство, вопрос угон лошадей, тяжбость за землю, риск за возвраты Колыма. В народе его прозвали Бьята. В августе 1993 года потомки в честь памяти великого Синь-Куая Батыры установили на его могиле Мазар. Далее поминали обет. Синь-Куай был одним из Батыров, который, начиная со второго половины 20-х годов в 18 веке вместе с постаревшим Бугамбаем из рода Канжигалы принимали участие в крупных сражениях под Алакульм, Буланты и Анг-Ракай. Сложные легенды имеются в сведении от поединка Синь-Куая с джунгарским Батыром Моэн-Куреном. Согласно легенды, Синь-Куай был тесно одним из верных полководцев Аблай-Хана и убеостанно боролся за независимость и благополучие казахского народа. Мог благополучно пробираться в безлучную ночь и дождь среди пустых камышей. Много раз спасал орду Аблай-Хана от вражеских нападений. Народ его чутил как цветового Синь-Куая-Батыра. Дерепсала-Батыр Айда-Бололу один из казахских батыров времен Аблай-Хана. Земля Нуры, которая породила множество исторических личностей, является свидетелью великой событий, уходящей вглубь тюков. Аблай-Хан выдающийся государственный деятель, которому удалось восстановить территориальную целостность Казахстана. В период своего правления он осуществил значительное переобразование в государстве. Если в мирное время Батыр вообще не влияет на политику ханов, то в военное время право решать голосу за ними. Во время правления Аблай-Хана Альтикесарам-Джидибай стал одним из самых известных героев, командиров войска Аблай-Хана. Также Керней-Жарга-Батыр, Сенг-Квай-Батыр, Дерпсалы-Батыр. Дерпсалы-Айдаболулы участвовавши во всех походах по защите родной земли от врагов. Жыл примерно 1707-1794 годах. Дерпсалы-Батыр, который жил в Торвике-Нури, зимуал наргари Космурым. А летом переехал по Нуре, поселил Талды, Кежек, Аршала, Сар-Туганбай, Акчатау. Из истории известный подвиг наших предков, которые в ожесточенных боях участвовали в американские битве, сражались с джунгарскими Батырами. В этом поединке отличался Дерпсалы-Батыр и далее статус Мангвасы. Казахский народ помнит и гордится своим великим сыном. Великие герои это отважные люди, готовы отдать жизнь ради защиты своей земли и своей народу от джунгарск нашествий, за его независимость. Они навечно остались в нашей памяти, поэтому мы должны беречь память прошлых лет, через него укрепить будущее своей страны.